привет добро пожаловать на мой канал сейчас расскажу вам о средствах в основном макияже которыми я пользовалась в феврале и расскажу об одном новом средстве ухода для волос на самом деле который меня впечатлил с моими проблемами с волосами но я думаю что может кому-то из вас это тоже будет полезно и об одном ужасном продукте который я использую и от которого я ожидала немножко другого и так давайте начнем давайте начнем с макияжа в уходе для лица единственное что меня впечатлило это театре ойл спот стик из коробочки look fantastic действительно очень классное масло чайного дерева который убирает воспаление может носиться поверх макияжа мне очень нравится очень удобная и помогает а теперь к макияжу что я использовала весь февраль я использовала базу либо и x1 инвизиве тональный крем в оттенке 1.0 видите его давно использую либо я использовала шанель виталюмьер в оттенке 20 стараюсь закончить эту пудру в плане того чтобы чтобы заканчивать косметику который у меня есть в плане консилеров если это был выходной день я никуда не шла мне не нужен был полный макияж и использовала revolution про консилер в оттенке айвори либо я использовала консилер в этом вайлд в оттенке в оттенке и 834 fair beige но недели две назад я купила в финляндии в h&m консилер flawless консилер вот так вот он выглядит в оттенке он у меня alabaster и теперь я пользуюсь им этот оттенок подходит мне гораздо больше чем чем в этом вайлд потому что он чуть более желтоватый и мне кажется этот консилер очень 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 похож на макка в стеклянной бутылочки здесь тоже стеклянная бутылочка но здесь спонжик и по текстуре по всему мне кажется консилер по запаху вот вот просто по всему очень похож на мак в стеклянной бутылочке с помпочкой консилер много раз да гораздо дешевле очень тем делать классную косметику у меня сейчас на глазах также голубая подводка карандашик color of essence ай пенсил из h&m азур think оттенок очень классными очень 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 нравится так у меня садится батарея только выбрала время ладно на носогубные складки я наносила fenty beauty pro filter concealer в очень светлом оттенке который мне не подходит 105 под глаза но подходит на осветление румяна в этом месяце в основном использовала clorans multi blush 02 candy кремовые румяна тоже стараюсь заканчивать средства для бровей поисок я сделала татуаж бровей я использую чуть-чуть подкрашиваю их дополнительно анастезия beverly hills brow with в оттенке medium brown не идеально подходит на лицо и рекоррекцию делаю кэт фонди локит консилер в оттенке l5 ничего ничего тут же у меня моя любимая летуаль фильм фаталь и тени тени этого месяца это estee lauder bronze godess summer glow eyeshadow palette к сожалению это лимитка но так вот они выглядят я использую вот этот вот оттенок на все подвижное веко вот этот оттенок во внешний уголок глаза этот розовый оттенок во внутренний уголок глаза на внутреннюю часть подвижного века и вот этот вот оттенок на внутренний уголок и подбру золотой и голубой не использую но все не сделал подводку а пудра у меня вот такие вот метеориты это метеориты gold pearl лимитированная коллекция какого-то года выглядит они вообще сядет вот так вот достаточно светленький но чуть-чуть потемнее чем в белом шарике мне нравится метеорит их шарика бронзер mac golden это их не лимитированная коллекция просто лимитированная упаковка бронзер подается в обычный коллекция в нем уже дырочку прокопала несколько месяцев подряд им пользуюсь никак не могу остановиться и теперь про средства до помада у меня сегодня на губах huda beauty блеска в оттенке angelic и теперь про то что мне очень понравилось это скальп скалп фуд clear скалп фуд шампунь против перхоти против жирной перхоти очень помогает он с сульфатами но у меня от них голова не чешется я выяснила что у меня голова чешется от силиконов и волосы очень плохо смотрятся и выпадают силиконов это без силиконовый шампунь и мне не понравилось gloom away origins гель для душа я ожидала такого свежего цитрусового приятного запаха получила запах помилом если вы знаете чем пахнет помилом такой горьковатый странный запах как будто ну такой немножко затокшийся мандарин в общем мне не понравилось я его использую но повторять не буду никому не рекомендую грейпфрут ожидается здесь запах грейпфрута но здесь не грейпфрут здесь запах как помило и это совсем не то что ожидается вот к сожалению большому все это были мои фавориты и один не фаворит февраля надеюсь вам было интересно и полезно не забудьте поставить лайки подписаться на мой канал и оставить комментарии внизу пока